Здравствуйте! Каждый час о событиях страны и города для вас сюжеты корреспондентов главного телеканала Одессы. 18.00 в студии Антон Равицкий. Вы смотрите «Время Одессы» на Первом городском. 18.00 в студии Антон Равицкий. 17.00 марта Верховная Рада утвердила указ исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова о частичной мобилизации. Иллюстрация или очередная акция? Прямо сейчас в апелляционном суде Одессы неспокойно. Сегодня должны были выбрать нового председателя суда, но в здании появились неизвестные. На прямой связи со студией Дарья Степаненко. Она наблюдает за развитием событий. Дарья, расскажите, что сейчас происходит? Здравствуйте, Антон. Буквально полчаса назад в здании хозяйственного суда покинули последние активисты, которые в течение нескольких часов днем блокировали его работу. Я напомню, что сегодня состоялась процедура избрания нового председателя суда. И, собственно говоря, именно это событие так и взволновало активистов народной самообороны, Евромайдана, Автомайдана, а также общественного движения за всю Одессу. Они всячески целый день пытались блокировать работу суда. Их взволновала непосредственно закрытость процедуры. Когда журналистам уже оглашали результаты голосования, активистам все-таки удалось прорваться в зал, и они пытались всячески сорвать зачитывание результатов, напав, в частности, на секретаря. Но имя нового председателя мы знаем. Это Наталья Марчишина. За нее проголосовало 23 человека из 29 присутствующих. В частности, когда активисты прорвались в зал, в котором оглашались результаты, они попытались вручить новому председателю иллюстрационные списки, точнее, иллюстрационную анкету. Этот документ, по их мнению, должен заполнять любой чиновник, который получает свой пост, для того, чтобы общественность тоже имела право выбирать и решать, нужен ли им, собственно говоря, такой чиновник. Но, увы, эти документы были вручены уже поздно, после оглашения результатов. Собственно, о дальнейших действиях активистов мы узнаем, я думаю, в ближайшем времени. Антон. Спасибо большое, Дарья. Напомню, это наш корреспондент Дарья Степаненко. Она находится у апелляционного суда. Мы будем следить, действительно, за развитием событий и тем, как закончится эта ситуация. Мы продолжаем выпуск. На въезде в Одессу установили блокпосты. Стационарные сооружения укреплены мешками с песком и покрышками. На баррикадах вместе с милицией дежурят одесские и иногородние добровольцы. Ополченцы намерены защищать город от российских оккупантов. Периодически на блокпосты подвозят питьевую воду, продукты, щиты и биты. Аналогичные контрольно-пропускные пункты расположены и в области, в частности, в Татарбунарах и на въезде в Приднестровье. Новость ложь. В интернете появилось неправдивое сообщение о том, что Одесса объявила себя Народной Республикой. Оно размещено на сайте Одесса Антимайдан, который позиционирует себя как вестник пророссийских движений. В сообщении горожан призывают блокировать выезды из города. Представители Антимайдана опровергают свою причастность к утке. Никто не объявлял от активистов Одесского Куликового поля ни о какой Одесской республике, ни о каких блокадах пешеходных тротуаров, дорожек. Никто ничего не объявлял. Это заявление официально от лагеря Куликового поля, вот здесь стоящего. Не было этого. За единую Украину. Здесь никто не стоит за Россию, чтобы пришла Россия именно в состав России войти. Да, мы за таможенный союз, но никак не в составе России. Перегруппировались. В областном совете появилась новая депутатская группа «Единство». Ее возглавляет бывший губернатор Николай Скорик. Напомню, недавно его исключили из партии регионов. Политик отказался поддерживать официального кандидата в президенты от регионалов Михаила Добкина. Вступил в новое объединение и председатель облсовета Николай Тиндюк. Он тоже покинул ряды белоголубых. Пополняется депутатская группа пока за счет регионалов и сторонников Народной партии Украины. Сейчас идет продолжение формирования этой группы, потому что на первом учредительном заседании 17 депутатов вошли в состав этой группы. Сегодня их количество будет значительно больше. Есть информация о дополнительных шести заявлениях. Автокатастрофа с летальным исходом. В ночь на 16 апреля на улице Среднефонтанской в аварии погиб водитель «Жигулей». Сразу после столкновения мужчину извлекли из искореженной машины. Он был еще жив. Подробности в сюжете нашего корреспондента Максима Шпата. О недавней трагедии здесь мало что напоминает. Лишь одломки от автомобиля на дороге, следы масла, бензина и запекшиеся пятна крови на асфальте. Одна из наиболее аварийно опасных дорог Одессы – улица Среднефонтанская. В народе именуемая «Скоростной». Аварии здесь – обыденное дело. Водители постоянно нарушают правила дорожного движения, изрядно превышают скорость и пересекают двойную сплошную. Ночная трагедия – яркое подтверждение. По стороне Семинарска, по улице Среднефонтанская, двигался автомобиль «Опель Астра» под управлением водителем, который напротив дома номер 19 произвел наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ-2007. Водитель припаркованной «Семерки» скончался от полученных травм. Пострадавшего из «Опеля» без сознания увезла скорая. По неподтвержденной информации, в иномарке было два человека. Водитель оказался нетрезвым, а в больницу забрали пассажира. Кто был за рулем, это будет установлено, потому что проводятся следственные действия по данному вопросу. И, соответственно, будет полная картина всего этого дорожно-транспортного происшествия. Судя по состоянию искореженного авто, скоростной режим управлявший иномаркой «Человек» явно не соблюдал. «Жигуль» смят, как консервная банка. Степень вины водителя «Опеля» установит следствие. Максим Шпат, Никита Кричко, Первый городской. Иностранные туристы боятся ехать в Одессу из-за политической ситуации. Белорусы массово сдают билеты и жалуются на плохие новости и дороги. Городская власть обещает, туристический сезон не сорвется. Все подробности у журналистов Первого городского. Перенаправить потоки Одесса туристическая готовится принимать гостей, которые раньше ездили в Крым. В Горсовете уверяют, все условия созданы. Мы знаем, что в Крым приезжала очень часто именно восточная часть Украины. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы все-таки развернуть этот поток внутреннего туризма. Но все не так гладко. Туристическое сердце города Аркадия все еще на реконструкции. До окончания срока ремонтных работ осталось меньше месяца. Огромный котлован пока и не думает превращаться в аккуратную аллею. Обновленные Аркадии городские власти обещают судьбу набережной на Лонжероне. Мы получили прекрасный туристический объект. Мы ожидаем такого же от основной аллеи в Аркадии. Напомним, спорный участок пляжа у Дельфинарии едва не ушел в частные руки. Тогда его отстояли общественники и прокуратура. В Аркадии та же беда. Штурм стройки прошел 1 апреля и оказался совсем не шуточным. Гражданские активисты уверены, пляж у города отнимают частники. 17 февраля за 5 дней до побега Януковича Бриндак продал Аркадию на 49 лет по цене 1,5 гривны квадратный метр в месяц. Аркадию обещают открыть вовремя, но сама Одесса, превратившаяся в площадку для митингов, маршей и демонстраций, скорее отпугивает туристов, чем привлекает. Отказы, 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 отказы. Все. Нету безопасности, нету туриста. Городская власть надеется на успешный курортный сезон, поскольку туристы по-прежнему остаются весомой статьей дохода городского бюджета. Екатерина Лапицкая, Вероника Полякова, Алексей Кулигин. Первый городской. Это было время Одессы на Первом городском. О событиях вам рассказывали наши корреспонденты и я, Антон Равицкий. Следующий выпуск в 19.00. Оставайтесь с главным каналом Одессы. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова